Приветствую вас. Как мне видится, ваша проблема заключается в том, что вы взяли на себя роль жертвы. То есть вы говорите, почему меня всегда ставят перед условиями. Потому что вы это позволяете другим людям. Почему мама на расстоянии не хочет помогать? Потому что вы позволяете ей вам на расстоянии не помогать. Вы сейчас ждете, что кто-то за вас примет решение относительно вашей жизни. Это неправильно. Психолог вам не поможет принять решение. Психолог не примет его за вас. Но психолог поможет увидеть, что мешает вам принять это самое решение. Во-первых, нужно понять, что жалеть кого-либо, в том числе маму, не стоит. Если она одинокая, как она говорит, если она в одиночестве, как она говорит, или как вы это считаете, то это ее выбор. Это ее выбор быть в одиночестве. Это не ваш выбор. И не ваше решение. Понимаете? Вот. То есть... Это ее ответственность. А где ответственность ваша? Как вы ответственны за свою жизнь? Почему вы, как бы, живете в кредит? Почему вы ругаетесь со своей мамой? Тем самым, внешне и с точки зрения социальной позиции ничем от нее не отличаются. Зачем вы ругаетесь со своей мамой? Что вы ей хотите доказать? Не из детства ли идут ваши обиды, которые сейчас проскальзывают и в некоторой степени дают знать о себе? Понимаете? Понимаете? Вот это важно. Именно это важно понять вам, в первую очередь. Отношение с мужем — это прямое или почти прямое вследствие отношения вас к самой себе. И можно говорить о том, что от того, как вы относитесь к себе сами, зависит то, как относится к вам и ваша мама, и ваш муж. Я не очень понимаю, какие дети приедут к вам, кто чью квартиру будет сдавать — непонятно. То есть у вас с мамой есть разногласия, это очевидно. Но разногласия начались не сейчас, не по поводу квартиры как таковой. А разногласия начались скорее всего еще раньше, может быть до вашего замуниства, может быть как-то еще. Вот. То есть с этим, с этим так же нужно разбираться. То, что ваша мама манипулирует вами, говоря, что там, ну вот как она говорит, да, что перепишет все на того, кто ухаживает. Кстати, очень важный момент, что все. То есть и кто это тот, кто ухаживает, если у вас есть муж. Второй момент, точнее не второй, наверное, а следующий момент — это дети. Как бы, если у вас сейчас кредиты, то о каких детях может быть речь? Вы сперва разберитесь с кредитами, да, вы сперва как бы, значит, закройте их все. А уже потом, уже потом будете думать о детях. А то сейчас какая-то ситуация, на мой взгляд, ну совершенно непонятная. То есть вы, вы все в кредитах, да, ваша мама говорит, чтобы дети переезжали к вам, вот, чьи дети, непонятно. Вы еще о своих детях тоже говорите. Далее, какие у вас с мужем сейчас проблемы, это тоже нужно обязательно выяснить. И для чего вы хотите, так скажем, все купить? Что именно все купить вы хотите? Как вы относитесь к тому, что муж не хочет жить с родителями, и как вы относитесь к тому, что наш муж хочет жить отдельно? Вот у меня сейчас, когда я отвечал на ваши вопросы, возникла мысль, значит, Ваша мама, поговорю за свекровью, пусть дети приедут ко мне. То есть, имеется в виду, как бы, вы это дети. Но почему ваша мама решает за вас? Почему она за свекровью эту тему разбирает? Далее, значит, вы говорите, что ваша мама считает, что вы молодые и глупые. Это нормально. Для родителей это нормально. Нормально считать детей своих молодыми и глупыми. Но это совсем не означает, что вы такие и есть, понимаете? А пока что, пока что, именно так обстоят дела. Именно так вы, ну, представляетесь. Потому что, как бы, вы сами не решаете проблему свою. Вы пытаетесь в маму уступать, вы идете у нее на палату, вместо того, чтобы отстаивать свои личные границы. Причем без конфликтов. И этому мешают, понятное дело, обиды на маму. И ваша модель поведения, воспитанная мамой, которая ну и на меня. Вполне вероятно, что вы недостаточно уверены в себе. Вполне вероятно, что вы сомневаетесь в себе. Вполне вероятно, что вы не принимаете себя полностью. Потому что ваша мама все время ставит условия какие-то, да, вам. Вот. Вполне вероятно, так все и есть. И это нужно корректировать. То есть, вы со своей мамой не сможете пока находиться в отношениях адекватных, потому что вы не находитесь в гармонии с собой. И, первое, нужно обрести гармонию с собой, потом нужно обрести гармонию с вашим мужем, и только потом, после этого, еще взаимодействовать с мамой. Мама сейчас это внешний субъект, внешний фактор, и, соответственно, как бы это сказать лучше, она выступает второстепенной фигурой в вашем окружении. Первая фигура это вы, а вторая фигура это муж, и потом все остальные. Понимаете? Вот так. Так это правильно. Так это адекватно. Вот. Соответственно, вопрос, что мешает именно в таком порядке, расставлять приоритет. Вот. Понимаю, что вы устали, и понимаю, что, скорее всего, муж вас недостаточно слушает. Потому что, вот, здесь вы, ну, как бы, такую выдержку из истории нам даете. Вот. При том, что, по большому счету, предыстория этого и причина проблемы, корень проблемы остаются невыясненными по-прежнему. Значит, дальше, так, вы пишите, что я очень хочу жить спокойно. Вот. Соответственно, что вы можете сделать для того, чтобы жить спокойно? Для чего вам чувствовать свое превосходство над мамой? Когда вы ее жалеете, вы чувствуете свое превосходство над ней. Зачем? Потому что, скорее всего, так вы чувствуете себя в большей степени обесцененной, и вы нуждаетесь в том, чтобы чувствовать себя лучше, чем вы есть на самом деле. Вот. По вашему мнению, опять же. Вот. То есть, поймите, ваше спокойствие – это именно ваша ответственность. Это не ответственность вашей мамы, как мне парадоксально это звучит. И, соответственно, для тех пор, пока вы не будете самостоятельно нести ответственность за то, чтобы жить спокойно, если вы определитесь, а что вообще такое жить спокойно? И разве будете ли вы жить спокойно, если, ну, будете жить с мамой, которая вас унижает и так далее? То есть, чего вы хотите? Чем вы готовы платить за это? Что вы готовы отдать? Ради этого, для этого? И так далее. Понимаете? Это важный момент, который вам необходимо прояснить для себя. Это, безусловно, тема для индивидуальной работы. В любом случае. То есть, тут у вас и комплексы, и подавленные желания, и проблемы с самооценкой, и проблемы, наверное, в взаимоотношениях с мужем, и континемированные эго-состояния. Вот. То есть, и отсутствие адекватной, видимо, стратегии поведения. Вот. То есть, ну, все вот это вот нужно корректировать и разбирать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения в данной ситуации. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...